Близится Блотгельд 2 И вот скоро викинги, византийцы, англосаксы, прочие хазары с русичами схватятся за сокровище, за кровавое золото Ну а за каждым сокровищем есть история Есть она и за этим сокровищем Сейчас мы ее расскажем Жил человек по имени Клемент Он был родом из саксов и носил прозвище Жук Потому что был хитер, плутоват и подловат, как Локи Тащил все, что плохо лежит, как викинг А сожрать и выпить мог за пятерых грибцов после двух смен на веслах Зато люди отмечали его красноречие и умение считать серебро Особенно чужое Простому люду только и оставалось, что разводить руками, глядя как Жук, облапошил очередного простака Так что он еще и доволен остался В одно лето он был в большом походе Где многочисленной разношерстной бандой Они тиранили все побережье Балтики Не веселье ради, а наживы для Долго они стояли на якоре возле мыса какого-то острова Как спустился к ним человек по имени Моди Он сообщил, что остров этот сокровищница двух братьев Атли и Хальстайна Здесь они прячут все награбленное И богатства тут хватит на три жизни расточительного конунга И Моди точно знает, где их схроны Однако сами братья сейчас тоже здесь Уже знают о прибытии некой ватагии И собираются напасть, убить всех, чтобы сохранить тайну острова И правда, скоро они увидели корабли и завязалась битва Немало народу пало в этом бою И долго было неясно, кто возьмет верх К закату все же удалось насадить Атли на его же копье А Хальстайна сразить старым добрым ударом в спину Так добрые разбойники победили злых Но счастье было недолгим Они обнаружили, что за время битвы Моди куда-то испарился А с ним исчез и проходимец жук И все золото убитых братьев Ватажники не были доволены таким раскладом И в ярости попытались достать жука Хоть из-под земли Но не тут-то было Он спрятался в гордарике в богатом Хольмгарде Да еще и под защитой местного конунга То ли конунг решил, будто жук скальт, каких мало А может он щедро поделился добычей Но тот защищал гостя от любых посягательств И так прошло много лет Но в один весенний день Конунг Хольмгарда скончался И тихая жизнь жука скончалась вместе с ним Ибо сын старого конунга Недолюбливал проныру И вовсе не собирался его покрывать Как только весть облетела округу Бывшие друзья и соратники Направили носы кораблей В сторону Хольмгарда Гонимой жаждой мести Да и вернуть сокровище, уведенное из-под носа По общему мнению Было бы весьма неплохо Хольмгарду суждено вскоре принять воинственных гостей Из близких и далеких краев Сможет ли жук сохранить свое добро Или оно достанется одному из претендентов Узнаем на фестивале Бладгельд 18-21 августа 2022 года 20 августа туда пускают туристов Приходите, мы вас ждем А вот и те, кто хочет отнять украденное Рамейский офицер приехал в Гордарику Как глава военного подразделения Охраняющая византийского посла Решил воспользоваться ситуацией И улучшить свои финансовые дела Для чего отправился в Хольмгард Здесь он надеялся закупить шкуры И светловолосых рабынь по бросовым ценам С целью сбыта в Царьграде Но узнал про еще более интересную возможность Озолотиться Отняв добро жука Нужен был лишь повод вступить в заварушку Но разве это проблема для смышленого Ромея? Он объединил силы с одним из викингов Участников того самого похода Который своими силами явно бы не справился Таким образом решив наложить лапу на золото От его имени Князь В том самом походе был человек по имени Хлёд Он был известен среди викингов Легендарным упрямством И всегда делал наоборот Однажды отец наказал ему никогда не воспитывать сына Человека знатнее себя И Хлёд тут же отправил людей в гордарики Чтобы попросить сына князя на воспитание Не без шантажа и подкупа Князь согласился Хлёд взял сына князя в тот самый поход с собой И он навсегда запомнил поступок жука Наградив его званием неблагодарной свиньи Как-то Хлёду сообщили, что со здоровьем он будет очень долго жить И в силу своего упрямства тут же умер А его воспитанник вернулся в гордарики к своему отцу И скоро сам стал князем И как только появился шанс отомстить жуку за прошлое Он тут же снарядился в Хольмгард Эти и многие другие ватаги Собираются поспорить за сокровище жука Ну а как оно обернётся, увидим 20 августа На фестивале Бладгёльда Под Великим Новгородом в этническом поселении Хольмгард Проходите по ссылочке